Не успел пройти месяц со свадьбы Георгия Романова с итальянской аристократкой Ребеккой Битарини, как снова прогремели очередные новости. На этот раз на аукционе Сотбис 17 ноября в этом году будут реализованы украшения великой княгини Марии Павловны Романовой, которые были тайно вывезены английским помощником Стопфордом после революции из тайника княгини в Петербурге. Конечно, вывезенных сокровищ было намного больше, чем скромные серьги и кольцо, которые выставят в этот раз на торги через пару недель. Как же удалось Марии Павловне вывезти эти драгоценности из России? Всем добрый день! С вами гемолог Ольга Меликян и вы на канале Джим Стоунс, канале о драгоценных камнях и ювелирных украшениях. Великая княгиня Мария Павловна чудом уцелела и не канула в пучине революции, как император Николай II, его супруга и все дети. Предполагая бежать морем из Новороссийска, она заблаговременно попросила Альберта Стопфорда оказать ей важную услугу. Из ее дома в Петербурге Стопфорд тайно вывез все драгоценности и царские деньги на сумму в 3 миллиона рублей. Затем, благодаря неприкосновенности дипломатической почты, очень быстро выехал в Англию, где и положил в сейфбанк драгоценности княгини Марии Павловны. Там сокровища спокойно пролежали два года. Княгиня Мария Павловна очень была больна и волнение и такие путешествия очень сильно подкосили ее здоровье. Сначала она пробыла некоторое время в Швейцарии, затем перебралась в Париж и прожила там лишь несколько месяцев. Свои драгоценности княгиня разделила среди своих детей по видам драгоценных камней. Кому-то рубины, кому-то сапфиры, кому-то изумруды, кому-то бриллианты. Сейчас на аукционе Сотбис мы увидим лишь каплю из той огромной сокровищницы, которой владела княгиня. На этот раз это всего лишь серьги и брошь с сапфирами. В 2009 году уже состоялся аукцион распродажи сокровищ Марии Павловны. Печально, что с наследием своей бабушки внуки расстаются так непринужденно. Серьги с сапфирами и брошь с крупным сапфиром в овальной огранке интересны по многим причинам. Прежде всего, это украшения, которые датируются 1900 годом. На них стоят клеймы ювелирной фирмы Болина, что представляет для всех антикваров и коллекционеров огромный интерес. Ювелирная фирма Болина выполняла, прежде всего, заказы императора и членов императорской семьи. Часть из этих уникальных украшений сохранилась в Эрмитаже и Алмазном фонде Российской Федерации. Многие шедевры весь XX век перепродавались за границей за бесценок и сейчас осели в карманах таинственных коллекционеров. Но не только фирма Болина и сама великая княгиня Мария Павловна Романова вызывали интерес к этим предметам. Многие известные мировые бренды прекрасно понимают, что сапфиры, инкрустированные в те украшения, являются уникальными благодаря своему исключительному качеству. Ведь камни абсолютно не облагорожены, обладают красивейшим васильковым оттенком цвета и имеют цейлонское происхождение. Например, в центре броши ланкийский сапфир вес 26,8 карата. По периметру камень окружен алмазами в огранке роза и старинной огранке. Для работы использовано серебро и золото. Интересно, что в серьгах сапфиры существенно отличаются размерами. В одной серьге каратность сапфира составляет 6,69, а в другой серьге каратность сапфира 9,36 карат. Однако, благодаря удачной инкрустации алмазов в огранке роза по периметру, разница в каратности камней совершенно не бросается в глаза. Все три камня по оттенку цвета подобраны исключительно похожими. Украшения являлись частью полупарюра или даже парюра. Наверняка были и браслеты, и колье, и сапфировая тиара. Но по каким-то причинам об этом, к сожалению, мало что известно. Стартовая цена лота на сегодняшний день составляет 280 тысяч швейцарских франков. В переводе на наши рубли это 21,5 миллион. Кто будет новым владельцем, совершенно неизвестно. Но, как правило, в последние годы сложилась традиция для покупателей оставаться абсолютно неизвестными. Как вы думаете, появятся ли еще украшения дома Романовых на ближайших аукционах? Благодарю, что досмотрели до конца. Надеюсь, это видео было вам интересным. Пишите ваше впечатление в комментариях, и если интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, и давайте думать о прекрасном!